Привет, дружочки-пирожочки! Сегодня товарищ Сафрелёнов с вами и смотрим распаковку сегодня Five Nights at Freddy's настольной игры от FANCO. От FANCO. Вы знаете, это официальные, лицензионные Five Nights at Freddy's товары, которые 100% одобрены создателями игры, владельцами прав игры. И это не какие-то там подделки, и это интересные всякие штучки. Я уже показывал и фигурки, и какие-то игрушки, и какие-то разные приколюшки. Есть FANCO-pop, есть FANCO-гловастики, есть обычные фигурки. А вот это вот FANCO-games. От 8 лет, 2-4 игроков. Five Nights at Freddy's и называется Night of Frights Game. Вот так. Здесь мы видим такую коробку, это же пиццерия, изначальная игра, происходящая в пиццерии. И вот у нас типа коробка как от пиццы. Здесь изображены аниматроники, которые как бы приглашают в свою пиццерию. И здесь коробка подрана, но специально, как бы видите, выдран кусок. Классно. Сделана она не подрана, она, это то есть напечатано так вот. Изначально сделано, что как будто выдран кусок. И здесь фигурки аниматроников, настоящие фигурки аниматроников. Сейчас посмотрим. Сегодня распаковка. Если хотите видеть правила игры и побольше еще такого контента по Five Nights at Freddy's, то, пожалуйста, лайк. А мы начинаем. Спонсор сегодняшнего выпуска LightMF, сервис по доставке товаров из разных стран. Позвольте себе европейский шоппинг, лучшие бренды, новейшие технику и гаджеты, распродажи. Регистрируйтесь по ссылке и получите скидку по промокоду на первый заказ 10%. Распаковочка. Значит, снимаем пленку. Посмотрим, что внутри. Сегодня чисто просто разберемся, посмотрим, пощупаем, потрогаем. Но я никуда не тороплюсь, не спешу. И вместе с вами готов буду сделать обзор и даже поиграть, может быть, чтобы я вам рассказал, как играется. Интересно, весело или нет. Вот, по идее, что нас ждет внутри. Такое поле, жетончики, карточки. И нужно будет разобраться в правилах. Интересно будет. Прочитать, перевести и так далее. Итак, значит, вскрываем. Давайте вскрываем. Здесь у нас блистер. Я думал, кстати, их можно будет так доставать. Нет, здесь блистер. Просто для демонстрации того, что здесь есть фигурки. И открываем коробку. И вот внутри все содержимое. Значит, это сортер. Это, ого, это сортер для того, чтобы нужно будет раскладывать какие-то детали, элементы. Мы его вынимаем сейчас. Это правило. Это ничего себе. Пакет какой-то. Кругляшок. И поле, я так понимаю, с пиццей. Все, в коробке больше ничего нет. Сейчас будем все это с вами осматривать. Так, для начала тут вот есть пиццерия. Вот если вы не знали, как выглядела пицца. Как будто, видите, кусочки пиццы прямо здесь нам доставили. Но не всю или съели. Это обратная часть. Видите, board game. Настольная игра тут написана. Переворачиваем. И здесь у нас план пиццерии. План пиццерии. Причем прикольно. В стиле Five Nights at Freddy's сделаны пронумерованные комнаты. Есть залы и знакомые. Есть большой праздничный зал. Есть комната охранника. И что еще? Что еще? Есть место для ремонта. Что еще? Что еще? Есть. Ну, в общем, наверняка знакомые вам залы. Есть, имеются. Так. Дальше. Что у нас есть еще? Значит, пакетик. По всей видимости, сюда будут класться карточки или какие-то элементы игровые. Потому что он открывается и... То есть, это прям настоящий пакетик с Freddy's Fazbear's Pizza. Вот такой вот прикольно. Не наклейка, не нанесено прям. Чувствуешь, как будто немножечко к этой пиццерии приобщился. Дальше. Тут есть вот такой вот пакет. Его нужно вскрыть будет сейчас. Вот, нет, придется зубами. Укус 2023, назовем это сегодняшнее событие. Так. Это жетоны. Всякие фишки игровые. Нужно будет их выдвить. Так часто делают во многих играх. Чтобы ничего с ним не стало. Так. Это у нас карточки. У нас есть карточка Бонни. Смотрите, как детские раскраски. Это карточка Бонни. Но злые. Злые они здесь. Это карточка Фредди. Это карточка Чики. Прикольно, добавляет атмосферы. Это карточка Фокси. Вот. И тут напоминалочка. То есть, это карточки, за кого играем. Я так понимаю, мы играем за нематроников, да? Что-то получается. Дальше. Ну, разберемся опять. Жетончики. Жетончики выдавливаются. Выдавливаются они вот с этой стороны сюда лучше. А то они вот так вот. Все жетончики выдавливаются. Какие тут есть? Ну, это я выдавлю, наверное, уже потом. Какие тут есть? Здесь есть вот такие вот закрытые территории, комнаты, скорее всего. Жетончики персонажей. Жетон камеры. И золотые монеты. Нет, давайте все-таки хочется посмотреть на состав игры вживую. Одно дело на картинке. Жетоны из плотного-плотного картона. Игра сделана качественно. Я уже вижу, что в целом все элементы не, знаете, не так. Не с бухты-барахты сделали что-то по-файне этот Фреддис. Не знаю, как она будет по интересу по своей игре, ну, непосредственно по геймплею. Но все элементы хорошо сделаны. Сейчас еще до фигурок доберемся. Но видится мне, что они детализированные, хоть и маленькие. И не просто фишечки. Хотя могли сделать их даже не цветными. То есть, кто-то с любовью делал эту игру. И вкладывал в нее много сил и креатива, чтобы сделать вот эти вот все элементики приятными. Так, эти жетончики. А здесь жетоны еще. Ага. А здесь у нас всякая еда. Печеньки, напитки, пицца, торт. И с другой стороны у жетона, то есть будет такой жетон, а с другой стороны просто Five Nights at Freddy's написано. И вот эти жетоны тоже нужны будут для игры. Вот так их все. Тын-тын-тын-тын-тын. Но, слушайте, если бы все игры делали так. Я, знаете, в основном качественно делают игры, когда это франшиза, знаете, там типа Монополия и кто-то еще. Вот если бы Монополия Five Nights at Freddy's была, а здесь какая-то своя собственная механика. Здесь я даже не узнаю эту игру. То есть с какой-то игры ее копировали. Обычно делают так, чтобы особо сильно не думать, там делают Монополия Звездные Войны. Условно, да? Или Монополия такая. И все. Так, один жетончик у меня упал. Нет, сейчас я подниму, чтобы не убегал. Так. Жетончики есть. Выдавлены. Итак, вот у нас жетоны. Поле. Есть карточки. А, еще же карточки, слушайте. Событий. Карточки событий. Вот. Тут вот сказано, что сделать. Например, куда-то перепрыгнуть в какую-то комнату, допустим. То есть вы берете, видимо, их и дополнительные действия у вас происходят. Это рандом, случайные события, чтобы было интереснее играть. Ну, просто. Может быть, на этом механика заточена. Вот такие вот маленькие карточки. Событий, событий, событий. Ага. События и действия. Вот. Смотрите. Эта карточка действий. Видите? Переверните эту, куда-то выйдите и так далее. Что-то сделаете, нарисуете или что-то вроде того. Надо посмотреть. Может, это что означает. А это вот эти события. То есть плюс одно. Здесь у вас еще, смотрите, охранник. Такой миленький. Нарисовать. Интересно, как это в смысле здесь. Надо почитать будет. Потеряйте два токена. Плюс одно действие. Вот. Это, то есть, два разных вида карточек. Два разных вида карточек. И здесь у нас вот такой кругляшок, на котором... Видите, тоже красуется Five Nights at Freddy's. И вот тут у нас укусы. Укусы, укусы, укусы. Причем от нуля до... Чуть-чуть зубки появляются, появляются, появляются. Интересно, что это значит. Короче, я говорю, какая-то своя собственная механика игры. Собственная механика игры. Значит, сюда это положим. И также есть здесь правила. Ну что ж, все выглядит действительно так. Монетки вот эти есть. И открываем. Вот такой буклетик. Тоже сделан, типа, знаете, как пиццерии буклетики такие. Вот. Ну, в каких-то кафешках. Это правила. Они несложные. Их легко прочитать и перевести будет. Я до этого с ними знакомства не имел, не знал. Поэтому будет для меня впервые. Быстрее поставите лайки. Быстрее расскажу вам о правилах. И зачем нужны эти все пакетики. Очень интересно. Также здесь есть что? Ого! Здесь есть какая-то подставочка. Подставочка для чего-то. Для камеры, скорее всего. Видите? Она сюда больше всего подходит. И мне казалось, я где-то видел. На коробке или где. Вот эту камеру. Что можно поставить. Да? Так. И, наконец-то, смотрим фигурки. Фокси. Причём, смотрите. Это фигурки тоже лицензионные. Ничего себе. Пластиковые. Фигурки. А, нет. Резиновые. Резиновые. Из плотной резины. Я думаю, пластиковые. Но очень детализированные. Хорошо покрашенные. Даже не все фанко-фигурки, которые идут в коробочках, так хорошо покрашены. А здесь, смотрите, Фокси миленькая такая. Даже ножки-то, видите, сделаны металликом. Дальше Бонни. Фигурка. Видите, куда-то можно ставить их. Сделано, чтобы можно было на подставочку. Может быть, это из какой-то серии. Есть где-то они. Ещё есть Чика. Так, ну, Чика стоит. Да, стоит. Мне показалось, она так немножко кривенькая. Нет, очень. Let's eat. Глазки. Всё сделано. Очень мило. Но здесь какая-то ерунда. И Фредди. И Фредди. Фредди, Фредди. Давай фокусируемся на Фредди. Посмотрите тоже, какая милота. Вот так выглядит вся игра. Здесь мы будем сейчас размещать потом, когда это всё будет. Здесь, видите, размещаются, скорее всего, здесь размещаются вот эти токены. Здесь размещаются карты одни. Здесь размещаются карты другие. Здесь жетончики, очевидно. Сюда вот так вот ставятся. Здесь карты, карт-холдер, наверное, должны карты держаться. Будут. По всей видимости, да, вот так вот идеально. Сюда одни монетки, сюда другие монетки, сюда какие-то жетончики. И вот так разместим здесь всё, чтобы можно было играть, собирать и расставлять. Но это уже я буду делать в полном ролике. Я надеюсь, вам понравилась сегодняшняя распаковка. Интересно будет посмотреть в последующих роликах правила игры и вообще, как она сделана. Какая механика. Мне прям очень интересно, насколько сложно играть. Насколько интересно играть. Ну а на этом всё. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, покажу вам больше интересных штуковин. Необычных. Распакуем с вами, посмотрим. На этом всё. Пока-пока. Как? Напишите, как вам интересно. Будет знать. В комментариях. Пока. Погнали устроим шопинг со спонсором сегодняшнего выпуска. Скучайте по iHerb, Asos, Zara, H&M, IKEA, Sephora, Nike, Levi's, New Balance, Uniqlo, новинкам Apple и Samsung. Ребята из LightMF возвращают ушедшие бренды в Россию и помогут купить в США, в Европе, Турции, Арабских Эмиратах. Оригинальные товары с официальных сайтов самых разных брендов со скидками до 80%, в 2-5 раза дешевле, чем в РФ. Оплачивать можно картами банков РФ, иностранных банков и криптовалютой. Кроссовки New Balance можно купить за 2000 рублей, часы Calvin Klein за 4000, джинсы Levi's за 1900 рублей. На данный момент игрушки входят в список временно недоступных для доставки товаров. Правда, по опыту сервиса ситуация быстро меняется и ограничения снимают, поэтому стоит зарегистрироваться на LightMF.com, чтобы быть в курсе возможности заказа и не пропустить хорошие новости. Но зато вас ждут распродажи со скидками до 80%. Майкл Корс, Кельвин Клайн, Гесс, Томми Хельфигер и других популярных марок. Очень много скидок брендовых аутлетов и очень низких цен на то, что сейчас невозможно купить в РФ. LightMF без проблем доставит смартфоны от Google Pixel до iPhone, ноутбуки, компьютеры, планшеты, наушники и другую электронику, одежду, обувь и парфюмерию, косметику, запчасти, товары для детей, для дома, животных. Регистрируйтесь на сайте LightMF, чтобы не потерять доступ ко всем нужным товарам и скидкам. А еще специально для моих зрителей подготовили промокод товарищсофронов10, который дает скидку на первую посылку в 10%. Вся информация и ссылки в описании.